Ну а сейчас поговорим о мерах, которые правительство намерено ввести для поддержания демографической ситуации в стране, для ее улучшения и начнем с цифр. Немного статистики. Президент Владимир Путин накануне объявил о так называемой перезагрузке политики демографического развития России. Одной из первых мер в ее рамках станет введение ежемесячной выплаты семьям, в которых родился первый ребенок. В среднем пособие составит в следующем году чуть более 10 тысяч рублей и вырастет до 11 тысяч в 2020. При этом выплата будет адресной. При ее назначении, по словам президента, будут учитываться доходы семьи. И выплату получат только те семьи, в которых доход на человека окажется не более чем в полтора раза выше величины прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в том или ином регионе России за второй квартал предыдущего года. Ну, то есть, если считать, что прожиточный минимум в среднем составляет около 10 тысяч, то увеличиваем это величину в полтора раза. Получается 15 тысяч, а затем умножаем на 3, на число членов семьи, среднестатистической. Получается что-то около 45 тысяч. С учетом того, что мама будет, скорее всего, находиться в декретном отпуске, то доход будет в основном складываться из заработка отца. Давайте разбираться на самом ли деле это так. Есть ли какие-то подводные камни? Нам в этом поможет Юрий Крупнов, председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития. Добрый вечер. Добрый вечер. Юрий Васильевич, ну перед тем, как начать наш разговор, давайте подключим телезрителей к нашему эфиру. Рассказывайте, какие пособия, субсидии на детей вы получаете сейчас. Называйте обязательно ваш регион, присылайте смс и говорите о том, хватает вам сейчас этого или нет. Какие субсидии вам бы не помешали? Да. Но это все же первый вопрос, который приходит на ум. Мы правильно посчитали, что если у семьи доход менее 45 тысяч, то они получают автоматически эту прибавку? Примерно правильно. Я думаю, что там будет еще масса уточнений, но примерно так. Хотя по разным оценкам где-то 40-50% вот таких семей получат это пособие. Но проблема, мне кажется, все-таки не в размере этого пособия, понимаете? Хотя приятно, что 10 тысяч, а не 700 рублей, как отдельные пособия. 50 рублей иногда бывают. Да, и 50 рублей есть и так далее. Проблема в том, откуда эти деньги взялись у министра финансов. Ведь обратите внимание, когда проходило совещание, то Антон Германович, он сказал, проблем не будет с финансированием, мы все решим. А, к сожалению, эти деньги берутся от того, что уже в этом году, еще только по октябрь, по ноябрь, у нас минус 170 тысяч рождений. То есть у нас деньги берутся от нерожденных детей. Поэтому в этом смысле проблему-то эти 10 тысяч никак не решат. И более того, я считаю, что правительство просто подставило президента вот этой мерой, которая, понятно, что все про первенца говорят, ну, наиболее такая яркая и так далее. А, по сути, президентская программа вот в течение всех полутора десятилетий, она как раз была на поддержку многодетной семьи. Это единственный способ поднять нашу рождаемость. Ну, тут, наверное, все-таки разговор не о количестве, а о качестве. Все-таки воспитание хотя бы одного ребенка, первого, для человека, который первый раз осознал счастье материнства. И столкнулся со сложностями. Юрий, Юрий, все это очень красиво, то, что вы про счастье материнства. Мы-то с вами знаем, что это за счастье, вот, это понятно. Но проблема-то в другом. А, к сожалению, количество здесь имеет колоссальное значение. Если вот даже эти меры введут, даже еще там увеличат в два раза эти пособия, все равно к концу столетия нас останется половина от нынешнего населения. Почему? Потому что... Сгущаете краски? Так нет, а что сгущаю краски? Не я сгущаю краски. Мы находимся в ситуации демографической катастрофы. Вся та болтовня, которую высокопоставленные чиновники рассказывали, как они победили демографию даже на этом совещании. Откройте Росстат. Минус 170 тысяч человек в этом году. Уже, соответственно, у нас естественный прирост. Минусовым уже пошел выражение. А дальше, посмотрите, Росстат. Это, кстати, в два раза больше, чем планировал Росстат по прогнозу. А дальше у нас 400, 300, 700, 800. 90-е годы в чистом виде в ближайшие 10 лет. Поэтому проблема рожает уже, по сути, полтора ребенка на семью. А молодежь, которая сейчас вступает, там 20 которым лет, вообще неизвестно, будут ли они что-то рожать. Поэтому проблема не в первенце. Это глубоко ошибка. Причем ошибка, которую навязала начальник отдела госпожа Страхова из Минтруда. Потому что... Почему она считает? Она считает, что рождаемость не главное, главное уменьшение смертности. Она считает, что многодетные семьи никакие невозможны в России. Мы не в 19 веке в крестьянских семьях и так далее. И вот начальник отдела Минтруда, она у нас доминирует, управляет президентом, страной, демографией, рождаемостью и так далее. И это колоссальный вызов. Президент сказал в 12 году очень правильно, очень точно. Нормой в России должна стать трехдетная семья. Президент абсолютно прав, иначе мы просто вымрем. Но вместо того, чтобы... А дальше формула есть, сколько мы хотим, чтобы было детей в среднем, плюс один нужно стимулировать. Если президент говорит, нормой должна стать трехдетная семья, мы должны на четвертого ребенка всю мощь государственной политики, стимулирования обратить. Вместо этого нам правительство навязывает, соответственно, первенца. И обратите внимание, вот еще в апреле Дмитрий Анатольевич, он что говорит? Смотрите, нам нужно подумать о стимулировании. Это все вот госпожа Страхова уже всем понаписала. Рождение не только вторых и третьих детей, потому что это мы плюс-минус научились делать, говорит председатель правительства. Понимаете? У нас сокращение рождаемости и страшное естественное убыль населения. А президент говорит, со вторым и третьим не проблема. А вот о стимулировании рождения первенцев. И вот это действительно ключевая задача. Это абсолютное столкновение политики президента правильной, которую он 15 лет реализует. И ему подсовывают меры и бумагу, которые выглядят красиво. Говорят, в предвыборной, кстати, люди очень воспринимают, посмотрите в соцсети, говорят, ну понятно, сейчас выборы, сейчас поэтому это все вбрасывается и так далее. Поэтому правительство дважды подводит, на мой взгляд, президента и не дает никакую перезагрузку демографической политике. Ну, возможно, какая-то логика есть, главное мотивировать людей начать, а дальше, так сказать, войдут во вкус? Нет, не так, не так. Потому что никуда они ни в какой вкус не войдут. Плюс, давайте будем откровенны, не только для Москвы, но и для регионов за 10 тысяч никто рожать не будет. То есть купить, и как вот Марина Синельникова из Благовещенска очень умно заметила, что женщинам предлагаются товарно-денежные, и мужчинам, семьям предлагаются товарно-денежные отношения. Мы вам червонец, как вы говорите, да, в месяц, а вы нам ребятенка. Не будет, потому что культурные установки. Мы находимся в ситуации глобального, мирового, демографического кризиса, катастрофа. Японцы с ума сходят, у них население уменьшается по прогнозам сумасшедшим образом. У нас, у половинницы населения к концу столетия, понимаете? В мире никогда такого не было. Раньше что? Голод, холод, война, ограничивали рождение, холера, чума. А сегодня все в головах. Культурные установки населения. И милиналы, вот молодежь, которым сейчас 15-17, что они еще будут делать, это вообще неизвестно. Смотрите, суровая статистика. Количество матерей-одиночек в России, вот мне хотелось бы затронуть эту тему, приблизилось к 30%. 10 миллионов женщин. То есть, получается, они в любом случае каким-то образом эту лямку тянут. Естественно, они не работают. То есть, им нужны хоть какие-то деньги, чтобы у нас были дети, во всяком случае, одетые, обутые, здоровые и не голодные. Юрий, если вы хотите под лозунгом, чтобы у нас дети были обутые и дальше расширять число мам-одиночек, которые у нас, это колоссальная социальная тоже, в общем, кризис, социальная катастрофа в семье. Потому что у нас получается, что, грубо говоря, как говорят, встречается с мужчиной, да, лишь бы ребенок был и так далее. Вот просто это из газеты, из сетей и так далее, понимаете? Так это что значит? Это значит, что не собираются создавать семью. А вне семьи, дай бог, одного прокормить, вы правы. Поэтому мы и семью разрушаем, а нету никаких мам отдельных, понимаете? Мама, значит, она мальчика воспитывает, независимо от того, какая мама, самый гениальный, самый хороший, у нас все замечательные мамы. Но мальчик будет похож очень на девочку. В школу он придет, там будут учителя, в основном женщины и так далее, понимаете? И в итоге у нас образуется еще один фактор, когда девочки у нас активные, смелые, готовые, так сказать, в вагоне в воду и прочее, и прочее. А мальчики все такие унисекс, непонятно какие. А дальше девочки вырастают, и они говорят, и Тамара не даст мне соврать между собой, они говорят, где мужики-то? Мужиков нет в стране, понимаете? Мужиков взять негде. А откуда же их возьмешь, когда мама одиночки, самый гениальный, еще раз повторяю. По вашей логике получается, что тут за брак мужчине необходимо давать премию под обязательство рождения ни одного, ни двух, а трех или четырех детей. Вы правы в том плане, что в этом смысле, я всегда повторяю, все ругаются сразу на меня, но вообще женщины вообще никакого отношения к демографии не имеют. Потому что основное в демографии это мужчина. Если мужчина ответственный, если он нацелен на создание семьи, другой девок, так и взять. Если он нормально может зарабатывать и государство ему помогает с занятостью, да, я вам гарантирую, любая нормальная девчонка найдет своего парня и будет нормальная семья. А если мужичок никакой, и у него, так сказать, настроение никакое, заработать он нормально не может, а дальше мы говорим, мужчин нет. Меня искренне журналисты спрашивают, почему у нас мало молодых мужчин. Я говорю, да что вы, у нас до 30 лет, ну формально, если брать статистически, у нас мужчин больше, чем девочек, чем женщин. А почему-то женщинам уже кажется, что мужчин вокруг нет, понимаете. И Тамара, она все понимает, что я говорю, и это, это ключевой момент культурной установки, понимаете, а не вопросы 10 тысяч рублей, тем более на первой лице. Товарищи мужчины, можно вас прервать, давайте дадим слово девочкам, девушкам, женщинам. К нам дозвонились телезрительницы, спросим их мнение. Надежда. Алло, добрый вечер. Да, добрый. Вы звоните нам из Воронежской области. Да, да, я бы хотела узнать, вот такой вопрос у меня возник. Моему внуку исполняется годик, вот в декабре. Так. Попадают ли мои дети, будут, смогут ли получать пособия с 1 января, как вы говорите, 18-го года. Смогут ли они пользоваться этой программой? Угу. Спасибо. Скорее всего, к сожалению, вот те, кто родились после первого числа, после первого января, потому что начисление начинает с этого момента, но возможно вдруг, вдруг будет какой-то спецмеханизм по уже родившимся. Хотя вряд ли. Просто это тяжело с точки зрения администрирования. Ну и сразу подключим Курганскую область. Ирина, дозвонилась нам? Да, да. Здравствуйте, добрый вечер. Это у нас была Нитерина из Курганской области. Слушаем вас. Я вам задам такой вопрос. Вот я многодетная мать, у меня 4 детей. Я работаю, у меня зарплата 7300. А детское пособие мы до сих пор оформить не можем. Нам сказали как. Муж у меня инвалид. А я детское пособие никак не могу оформить. Ребенок у меня учится, второй учится, третий тоже учится. И четвертый тоже учится. И надо такие бумаги собрать. Это нереально. Просто-напросто. А вы получили материнский капитал? Да, конечно. Я купила дом. Мы живем в хорошем доме. А детское пособие, которое 250 рублей, это надо выстоять в 7 часов утра, занять очередь. И еще по записи. Там столько. Там нереально просто собрать эти бумаги. Не знаем как. И за 250 рублей мы получаем в Курганской области. Так вот возникает вопрос. Понимаете, нужно деньги пускать сюда. Ведь, Юрий, вы как бы говорите, правильно говорите, что там дети должны быть у мамы-одиночки обуты, одеты. А вот когда четверо детей, они что, должны быть ни обуты, ни одеты? Им 7 тысяч. Ну пусть там больше будет зарплата у кого-то. А получается, что о первом в семьях, которые, в том числе, возможно, мамы-одиночки без семи, им, соответственно, будет 10 тысяч. Здесь 250 рублей на четырех детей, а там будет 250 тысяч. Поэтому в этом смысле... Ну да, в этом смысле 10 тысяч. В этом смысле правительство навязало это президенту. Я очень надеюсь, я предлагаю и вот обращаюсь, пользуясь вашим ОТР, который, оказывается, смотрит огромное число людей, между прочим, да, потому что, ну, интересно, потому что реальные проблемы обсуждаете. Я вот напрямую обращаюсь к Владимиру Владимировичу Путину. Давайте сделаем рабочую группу, давайте серьезно разбираться в демографии. Вот понимаете, иначе слезы. Просто читаешь выступление президента, кто ему готовил. Там такие вещи, которые, ну, например, что у нас эхо войны, ну, у нас эхо войны с точки зрения, что у нас, так сказать, синусоида такая, но проблема-то не в этом. Ну, если бы это было ровно, то иногда горбик, иногда ямочка и так далее, да. А когда у нас идет в итоге-то по нисходящей, у нас затухающая страна, затухающая демография. И это не вопрос к рейсу войны. В этой программе, которая предложена была правительством, там есть пункт о том, что поддержке многодетных семей будет уделено особое внимание. То есть их без внимания не оставляют. Дело не в том, что без оставлять без внимания, а дело в том, что если у тебя трое и более детей, то государство должно платить зарплату. Потому что у нас частные садики и такие, у нас четверо детей платят зарплату. У нас за приемных детей платят зарплату, по сути, своей. И это правильно и здорово, я ни в коем случае не хочу что-то говорить. А вот вам конкретно звонит человек, мама, у ней четверо детей, пусть у ней не 7 тысяч даже будет, а допустим 20 тысяч рублей. Ну и что? На четверо их разделите. А это еще разновозрастные. А представьте теперь, опять же, что одно дело, когда маленький ребенок, полтора года ему платят пособие, а он потом вырастет, как говорится, большой ребенок, большие заботы, кружки, лечение, пятое, десятое и так далее. Поэтому нужно вот не вот эту кашу размазывать. Еще раз повторяю, это правительство просто продавило свой вот этот кашеобразный эклектический блок, демографический, под видом перезагрузки, подставило президента, это надо кардинально менять. О целесообразности принятия данного решения можно спорить бесконечно, даже смс, которые приходят на наш портал, они абсолютно разные, есть те, кто поддерживает Юрия, говорят спасибо за точку зрения, 10 тысяч рублей это хорошие деньги. Есть вот, например, Брянская область, Алтайский край, говорят, что это не спасет семью, нужно сначала обеспечить работу, работы отцов. Абсолютно правильно. То есть мнения абсолютно разные. Давайте сейчас поговорим о механике выполнения этой инициативы, коль уж она будет внедрена, если будет. Откуда все-таки возьмутся деньги? Нет, Тамара, я просто считаю, что не будет, потому что сейчас повторяю, смотрите, Владимир Владимирович, даже если брать, что это условно предвыборная компания, пиар, даже так скажем, люди так и пишут, да, Владимиру Владимировичу Путину этот пиар не нужен. Ну что, у Владимира Владимировича не хватает авторитета? Что он сейчас за счет этого, грубо говоря, без этого он не выиграет выборную компанию? А ошибок и негативных последствий, понимаете, это и для страны с точки зрения на десятилетие, и с точки зрения реально восприятия людей, как вот только что вам мама звонила, будет огромный минус. Поэтому надо пересмотреть это, не надо, так сказать, играть в эти, так сказать, красивые слова, и это не вопрос о механике исполнения. Механике исполнения никакой проблемы нет. Да, справок много собирать, бюрократии много, но есть соцслужбы, они, соответственно, все это администрирование отладили, такие льготы, такие налоги, на какие пособия и так далее. Это все будет исполнено, в чем тут проблема? Вопрос в другом. Вопрос в том, даст ли это что-то рождаемости? Не даст ничего, только усугубит ситуацию. Давайте посмотрим, на самом деле, нужны ли эти деньги, насколько они необходимы. Спасут ли? Да, спасут ли, потому что мы провели свой собственный опрос, сколько вы тратите на ребенка в месяц, поинтересовались наши корреспонденты, в Липецке, Костроме и Чите. Давайте посмотрим. Самые большие траты на смеси и подгузники. Примерно 3-4 тысячи на смеси и тысячи полторы на подгузники. Тысяч 15 точно выходит на двоих, потому что одежда постоянно, верхняя очень, обувь очень много стоит. Памперсы, питание, медикаменты, я не знаю, что еще, школа, садик, все развивашки, это сейчас все платно. В среднем тысяч, наверное, 40-50 на двоих. В основном на одежду, где-то 10 тысяч. 15 тысяч, это около 8 тысяч на питание, но плюс какие-то медикаменты, ну и, соответственно, одежда. 20 тысяч, это миллион. Ну, одежда тысяч пять, и к зиме, конечно, подавно уже выходит. Плюс образование, детский сад оплата, это где-то в районе 5 тысяч. Ну, соответственно, сладости, продукты. На питание, на подгузники, на одежду. На все, что угодно. То есть на те же лекарства очень много уходит. Больше 10 тысяч, это однозначно. Соревнования мы ездим, все это, тратите деньги, конечно. И мало сейчас все это стоит. Ой, много, много. Ну, где-то 15, да, ходят. Сколько? Годик будет. Садик 2000, 2,5 развивающий центр. Ну, не считая еды и так далее, одежды. Ну, сколько где-то, порядка, наверное, 6-7 тысяч. Ой, так. Ну, больше 10, наверное, тысяч примерно уходит. В основном это питание, расходы на учебу, учебники. У меня их двое умножать на два. Ну, то получается, ну, тут еще и кружки секса и все на свете. По 15, наверное, уходит. Когда у меня первый ребенок рос, много чего было бесплатно. Поэтому он вовремя вырос. А сейчас, ну, к сожалению, вот как-то так. Ну, согласитесь, справедливо же все-таки, да? 10 тысяч, ну, хотя бы можно выйти в ноль. Потому что у некоторых и этих денег нет. Это ведь не бесполезно. Юрий, на мой взгляд, предмет все-таки нашего разговора серьезного, да, он не в этом. Любой рубль, вложенный в детей и в семью, он плюс, что мы обсуждаем. Но я еще раз говорю, но задумайтесь, откуда этот рубль у Силуанова взялся. Из-за того, что у нас обвал рождаемости, обвал. То есть, я к чему хочу сказать? То есть, у нас получается, что у нас здесь пусто, а тут начинает немножко быть густо. То есть, мы тем самым все равно реальную ситуацию не исправляем. Это первый момент. Второй момент, самый главный. Я же, понимаете, мы же все понимаем, вот опять же, и пишут читатели, зрители ваши. Дайте заработать людям. Дайте мужику заработать. Для этого нужно производство, для этого нужна новая индустриализация. Места, как Международная Организация Труда говорит, достойной занятости. Вот в чем вопрос. То есть, проблема, ну, полтора года, хорошо, по 10 тысяч перебьются люди. А дальше что? А что дальше? Вот и все. Это же полтора года, первый ребенок. Ну, вот есть предложение из Карачаева-Черкесской республики. Предлагаю программу по увеличению рождаемости. За каждого ребенка ввести надбавку к зарплате работающим папам. В том же размере 10 тысяч рублей. Кстати, вполне себе здравое решение. Ну, может быть, не в зарплату как на посредство, потому что это будет нагрузка, да? Но это абсолютно правильно. То есть, у нас базово, абсолютно, вот гениально, абсолютно правильно. Народная мудрость. Один ребенок условно 10 тысяч рублей, два 20 тысяч рублей, три 30 тысяч рублей и так далее. И должны все понимать. Все в стране должны понимать. Иначе мы вымрем просто, как мамонты. Должны понимать, у кого трое-четверо детей, а большинство семей нормальные, я не беру какие-то отклонения. У кого трое-четверо детей, эти в шоколаде. Вот и все. Понимаете? Это вот политика. Все остальное, все остальное, ни о чем, либо вредно. Вот у Дмитрия Анатольевича, он даже уже с тремя из двумя уже все проблемы решил. У него только минус 170 тысяч на ноябре, на 1 ноября. Понимаете? А так он, Дмитрий Анатольевич, все проблемы решил. Вот мне кажется, мне кажется, вот этому хулиганству со стороны ведомств наших, которые якобы за демографическую политику отвечают, нам нужно, вот вообще, мы на общественном телевидении, нам нужно общественный заслон поставить. Это хулиганство, это подстава для президента, и этого допускать нельзя. Да, давайте послушаем наших зрителей. Нам звонят вот сейчас Анна из Челябинской области. Здравствуйте, Анна. Здравствуйте. Вы в эфире рассказываете вашу ситуацию. Я хочу рассказать, помимо того, что было услышано, что, конечно, да, труднопособие, очереди, справки, бюрократия. Я столкнулась с той проблемой, что я вообще лишилась льгот, как только стала индивидуальным предпринимателем. Оказалось, что у нас в государстве налоговая считает доходную часть, а не считает расходную. То есть налоги, зарплата, аренда, и выходит, что я уже не претендую на какие-то льготы. Мне отказали выплате облатного материнского капитала, на который я планировала обучение ребенка заплатить. Ну и, соответственно, все остальные льготы, садики и так далее. Я писала президенту, на что мне пришла переадресация, что в министерство социальных отношений нужно написать. Я писала министру социальных отношений. Министру социальных отношений ответил, что нужно министру финансов писать. Министр финансов ответил, что нужно писать министру социальных отношений. На этом все, я уже дальше не смогла никуда двигаться. Руки опустились. Сколько времени занимает переписка? Это где-то длилось 3 месяца, просто у меня за это время уже третьему ребенку исполнилось 18 лет, и я уже не многодетная мама, хотя они у меня все на эти дни. Это очень важный момент, потому что у нас же будут давать тем родителям, у которых доходность, вот как раз меньше, вот там примерно 45 тысяч считали, вот условно это и цифра, да, а доходность может быть 200 тысяч, а реально человек зарабатывает 10 тысяч, я так утрирую, понимаете? Вот, а считать будут 200 тысяч, говорят, ну ты миллионер, какие тебе справки? Это уж если говорить непосредственно про реализацию этого налога, этого льготы. То есть получается, что у нас, нам надо менять систему с другой стороны, а не просто кормить какими-то вот этими 10 тысячами. То есть получается, нам надо прежде всего изменить систему вообще подсчета детей, они детьми и остаются после 18, они также остаются и в семье, если они остаются. Изменить систему вот этих отношений доходной и расходной части. Занятости. Занятости, расселение, потому что опять вопрос квартир, дома и так далее, это фундаментальный вопрос. В 30-этажном скворечнике, так сказать, на окраине Москвы особо детей не нарожаешь и так далее, потому что уже другое совершенно мировосприятие и прочее. Поэтому вы правы, Юрий, в главном. Демография это не вопрос какой-то там социальных подачек, я так утрирую чуть-чуть, да? Демография это вопрос комплексный, это и экономика, это и отношения человеческие, это и полуролевые отношения, это идентичность, это и вопрос там мужчин, женщин, какое их соотношение и как себя мужчина чувствует. Не с точки зрения, что он обижается, я не это хочу сказать, что он обижаем сегодня и так далее, хотя все девчонки сегодня все равно фору дадут любому почти мужичку. А проблема в том, что государство понимает, что в конце концов семья это двое. А то мы вот под эти слезы о том, что надо мамам помогать и так далее, мы фактически, это позднесоветская проблема. Когда мы массу мам-одиночек, которые сами, так сказать, с усами и решали свою проблему, и в итоге мы наплодили мальчиков, которые сегодня не готовы быть ответственными мужьями и отцами. Вопрос непростой, наверняка не раз еще затронем его в нашей программе. Способы стимулирования демографической ситуации в стране, поддержку семей на государственном уровне мы обсуждали с Юрием Крупновым, председателем наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития. Спасибо вам. Спасибо большое.